мужики как вам тренинг всем быть на следующий поток черт снимаем снимаем мы можем поздоровить всем привет здрасте вот у нас внеплановые видео с ответами на вопросы поскольку вопросов очень много вас больше 1700 человек зарегистрировалась на марафон вот и значит начнем технического момента есть люди которые пишут в комментариях что обратной связи не так обратной связи в ю тубе в комментариях нет вот поэтому ребят если вы хотите обратную связь если вы хотите задавать вопросы то пишите их там где вы регистрировались на марафон то есть наши ребята потихоньку не всем но стараются по большей части многим отвечать и еще по поводу вопросов есть какое-то пожелание пишите обязательно вопросы свои кратко емко и четко очень много парни расписывают ненужной информации типа каком какого цвета было у девушки платье какую какая погода была когда они вышли в поля 12 метров это информация ну мягко говоря не интересно пишите четко по сути что у вас там было какие задания сделали какие не сделали что помешало вот в общем в таком ключе да ребят это видео в общем она посвящена ответом на вопросы мы постарались в этот раз выбрать какие-то такие не совсем стандартные вопросы вот и если не ответили на ваш ну пишите в следующий раз может быть ответим на ваш есть есть и очень частные вопросы есть очень общие которые там встречаются через каждый через каждый один там расскажу дочек ситуацию где человек обвинил тебя в том что ты там будет шарлатан ну ладно короче true story буквально вчера со мной произошло это но я боюсь вовы поделился я короче короче сидим мы у нас в гостинице общаемся втроем я еще один чувак и девушка вы друг друга не знаете да не мы уже познакомились перед этим чуть-чуть общались тут в общем все сходится к тому что я эту телочку засасываю как тогда и чувак мне предъявляет мне было такое первый раз жизни кстати часто бывает что там кто-то кого-то зареновал но это не суть тут было все намного глубже чувак предъявил мне за то что ну во-первых он сказал ты типа ты не видишь что мы с ней тоже общались она вообще-то мне нравится а это можно сказать в состоянии аффекта была она мне ну как бы я не планирую дальше ничего там особо продолжать но ты решил бахнул и короче в десна это самое самое прикольное что он что он в итоге сказал он перед этим мы с ним общались он говорит я тоже там типа в теме там пикап все там классно но потом он мне высказал ты говорит используешь какие-то экстрасенсорные способности колдовские методы на эти бы того это нельзя ни в коем случае это делать ты просто типу там против законов человечества это заколдовал женщины речи да я с вами поделился потому что ну смотрите мужики до обычное человеческое общение как вы можете каждый из вас общаться с девушкой и это будет вас потом приводить там хорошим последствиям к результатам который вы сами от себя не ожидали да ну либо хотели их этих результатов но вы думали что это должно быть как-то вот супер-пупер и он чувак даже подумал что это какие-то не подумал он ему было удобно так думать то есть многие люди до сих пор вместо того чтобы прийти и спросить как мне научиться да ну то есть это очень удобная позиция когда ты видишь чувака на не знаю там на дорогой тачке на lambo вчера видели чувака у меня наверно вопрос там тип там ну сколько стоит как заработать и точно как бы откуда ну что что мне сделать например мне тоже нравится такая тачка вот многим проще говорить что он вор жулик не знаю сын олигарха ну и прочее 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 может даже так и есть какая разница есть типы который сами заработали и тут то же самое так что дэнчик тебя в средние века по идее должны были сжечь на костре хорошо и дэнчика красиво дэнчика который короче засосал девчонок да в общем это переходим собственно к вопросам в этом вначале мы хотим вам сказать что ну как бы действуйте занимайтесь и у вас возможно такие результаты у вас будут обвинять в экстрасенсорных способностях да ребят поэтому никаких способностей нет по большому счету дэнчик просто я разрешил все раздевается да дэнчик себе просто все разрешил и как бы все способности заключается в том что люди живут в рамках а мы делаем так что этих рамок у вас становится по минимуму в хорошем смысле слова ну в каком-то скажем экологичном для общества погнали вопрос есть конкретные но и позволяют это делать ты так раздеваешься мы вас дальше мы снимаем видео и смотрим как ты раздеваешься просто если раздеваться больше можно все что угодно вообще нет слышно в теории да если твою тачку увезут то это не мы не проклинаем мы никуда не звонили да нормально все да тебе можно ты хорошая девочка да хорошо сняла вот давай вопрос иные руководствуются мнением мужчины незнаками скорее плюс но она просто видит три чувака сидят короче вопросы если девушка живет в другом парне не пишет не писал ваши там фамилии имена просто забыл сначала я думаю это не особо важно если девушка живет в другом конце города ей назначает мужчина встречу где-то в центре серединка между мужчиной и женщиной и девушка заявляет что никуда она не поедет а пойдет на свидание только если мужчина припрется за ней к ее дому стоит ли считать такую стервой и эгоисткой и послать и вопрос отвечает стоит ли александр друзь минута слышно какая разница как ты будешь считать история такая что ну в принципе раньше когда я был молод скажем так и горячие если мне хотелось секса я готов был приехать там куда угодно да и потом все равно я знал что чем это все закончится что потом я и скажем так отомщу за ее вот этот выпендрешь с другой стороны наверное ты ее не совсем сильно заинтересовал потому что если бы девушка была в тебе очень сильно заинтересована она бы поехала там не знаю хоть в химки хоть куда поэтому тут стоит задуматься что я не так сделал в плане заинтересованности и начать над этим работать но может быть второй момент у нас была история вот буквально на предыдущем тренинге вот ровно то же самое то есть парень познакомился в центре города кстати говоря под нашим контролем я его кстати туда послал женщине этим очень отговаривал типа нет не могу который поехал царит царицына царе мистер царицына прозвали в общем ровно такая же ситуация я бы в 90 процентов случаев ответил на этот вопрос что конечно лучше встречаться в центре это тупо удобнее там все заведения ну и плюс там когда сервисе да я дочка скажу историю да но есть и реальная история когда может быть смотрите была история трансформации человека да то есть который ну как правило люди приходят заявляют там я затем то затем то в итоге когда они сталкиваются со своим страхом но они начинают переобуваться хотя наша святая обязанность втроем как тренеров этому человеку как бы дать то зачем он пришел не слушая то что он говорит он познакомился с какой-то училкой ну как мы поняли он звонил ей по громкой связи мы слышали его диалог он приглашал ее на свидание она ведь я живу в царицына я не знаю где это ну в какой даже вот и как бы хочешь меня увидеть приезжай туда вот в итоге она чё-то развыпендривалась ну и мы не выдержали и громко и все втроем сказали чтобы она шла в жопу вот в этот момент он еще не успел судорожно повесить трубку пытаясь это сделать и она скорее всего это услышал у человека было ощущение что мы слили ему свиданку мы говорим не нифига давай звони еще раз он говорит она же слышал как вы послали в итоге он позвонил по итогу получилось что ничего она там и не слышала просто горит там что-то твои друзья на заднем плане угорали вот и это было во первых инсайт что несмотря на то что он думал что все провалено девушка все равно вызванилась и продолжил с ним общение это первое но вначале она очень сильно выпендривалась хотя непонятно почему после того как он второй раз позвонил вну в процессе она уже разговаривала скажем более как то там тактично и приветливо да вот и они договорились встретиться потом когда он повесил трубку денису пришла в голову гениальная мысль по сути вряд ли встретиться не рассказала договорились встретиться прям в ультимативной форме говорила что типа нет в царицыно приезжает там направо повернешь налево зайдешь там я тебя встречу пойдем гулять в общем в парк по царицыно по собой бери драгоценности и деньги ну и собственно вопрос был ровно такой же типа нафиг надо ехать в царицыно если можно это сделать в центре но как это выглядел со стороны хорошо они договорились он волновался у него там тряслись руки я могу его понять но дениса озвучил свое предложение ультимативное предложение скажет что давай звони еще раз приглашаю в центр потому что ты не хочешь ехать в царице то есть этот человек он сначала не хотела ходить к это вообще звонок отправили потом его не хотел звонить ему прям заставили его позвонить потом он не хотел говорить что и нет она уже сказала царицыно типа ладно и ну поеду к ней хотя это реально далеко у него это был просто взрыв мозга потому что его заставляли делать по сути тоже то что он и хочет делать и тем более взрыв мозга то что когда он разрушал вот эти свои какие-то парадигмы мышления он звонил понимал что она и на это согласно и на это согласно и так далее там почему-то что-то вот как ты знаешь темнее стало или нет ну короче смотрите ребят то есть в итоге он позвонил третий раз хотя для него это была катастрофа и сказал что ему неудобно все-таки в царице но он не хочет и хочет чтобы она приехала в центр в итоге они встретились в центре сказала да причем очень легко да хорошо давай в центре как бы мораль такая ребят что но если хотите отстаивайте свою точку зрения да но готов будьте готовы к тому чтобы отказаться от этой девушки если она будет если вы хотите упереться рогом и она придется рогом будьте готовы к тому что скажет ну ладно тогда пока но есть маленький момент есть еще продолжение этой истории там она чуть ли не домой его к себе звала он что-то затупил в общем там к сожалению мы не смогли оказаться рядом с ним поэтому мы не смогли ему помочь может быть такой вариант что девушка не просто так тебя зовет прямо к своему подъезду чтобы просто не тратить время группы грубо говоря на дорогу и чтоб ты и сразу же в этом же самом подъезде она хотела чтобы ты приехал к ней и занят чтобы поэтому самое главное что не короче мораль такая что не надо и там говорит что она стерва там еще что-то не смотри мораль такая что первое не все однозначно второе что как бы ты гришка как вы не считаете она стерва это какая разница ты выбери что ты хочешь если для тебя принципиальный вопрос там ну не боясь ее потерять ты можешь позвонить сказать слушай я не хочу я хочу вот в центре если не принципиальный вопрос для практики для опыта я бы на твоем месте лучше съездила не выебывался вот и потом у тебя будет какой-то опыт проведения свиданий поэтому ты тут отбрасывай свои амбиции которые за которыми может знаешь просто крыться то что чувак в принципе боится туда ехать и он решил сказать ты знаешь она что-то выпендривается и так далее ладно очень долго одному вопросу время уделяем дальше следующее не успеваю за тобой вово каждый день это очень быстро и охранился давно интересует где проходить а где подходить и кому будние дни торговый центр автобусы когда лучше днем или вечером торговый центр в автобусе слушай чувак ну когда у тебя есть время тогда и подходить днем вечером не знаю в то время и в том месте где в твоем городе и когда в твоем городе наибольшее количество женщин вот и все мне кажется все элементарно очень много подобных вопросов когда люди хотят чтобы мы за них сделали решение не дел хочешь там и подходи я специально один такой выбрал чтобы ответить раз и навсегда вот такое можете не спрашивать вы принимайте на себя ответственность хочешь подходи в торговый центр хочешь в автобусе информация сама сейчас ребят погодите мы тут создадим супер что силы верстать их да как ты так темно мне как привет дальше 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 давай давай дальше дальше раз уж там зашло слово про темно напишите парни как вам выставлен цвет как звук да опять же насчет конечно дочек затраги эту тему но то есть для тех кто выебывается я еще раз хочу подчеркнуть слова выебывается по поводу звука как бы звук нормальный если вы привыкли там смотреть 3d dolby surround digital не знаю в кинотеатре идите в жопу в кинотеатр смотрите свои мультики то есть ну я сделал все что мог для того чтобы вам было слышно снимаем мы в разных местах там на уле не в студии какой-то говорит москва а там где как говорится где поймали поэтому ну я лично проверял звук достаточно хороший для того чтобы в тихом помещении нормально внятно вдумчиво смотреть они по дороге на работу в метро или в торговом центре поэтому отнеситесь к этому внимательно если вам информация важна вы будете и смотреть как бы в каком-то месте где вас ничего не отвлекает если параллельно рядом салют 9 мая не знаю выпускной и вы живете рядом с картодромом сделайте так чтобы вам было слышно я не собираюсь вам тут делать звук как в голливудском фильме в крайнем поэтому если кому-то не нравится в крайнем случае можете пойти нахуй забрать деньги за это 3 да кстати заберите бабки чуваки я извините пожалуйста и ну я верну вам деньги за бесплатный марафон пожалуйста приехали дальше были ли у тебя ученики состоящие в духовных традициях проще говоря верующие сочетается ли пикать я вон и в принципе принципами как ты считаешь ну я считаю что вообще у меня как бы пока я в психотерапии последние полтора года у меня очень сильно поменялось отношение к церкви то есть я не перестал быть верующим но отношение скажем в церкви у меня охладели я все больше понимаю что именно церковь это бизнес что храм не в бревнах а в ребрах там и бла-бла-бла и так далее то есть смотрите значит пока у вас башке будет негативное понимание и представление о слове пикап ничего хорошего не ну не получится потому что когда вы боитесь даже сказать кому-то что вы пошли на этот тренинг или что-то еще ну как вы можете достичь результата в том чего вы стесняетесь допустим дает что вы считаете это постыдным потому что вот следующий вопрос как я познакомился со своей дочек потом скажешь это тоже важно вот то есть смотрите ребята по большому счету чем больше морали тем меньше жизни вот чем меньше морали тем больше жизни я щас не говорю о крайностях я говорю о том что как бы жизнь в таком каком-то биологически и физиологическом смысле слова она состоит из простых каких-то житейских радостей секса из еды не знаю из того чтобы ты делал то что ты хочешь устал захотел сел там в парке на землю да то есть а для кого-то это целая трагедия у меня был один ученик на индивидуальном тренинге для к которому я предложил сесть на ступеньки на лестнице он ведь учет и чего я все подумают что я дебил ты чё он настолько вот этой моралью задушим до что она мешала ему жить поэтому здесь вы сами для себя эти границы определяете еще раз для меня цель пикапа в первую очередь это через женщин через желание общаться с ними развиваться самому поэтому я вам еще раз говорю мой пикап отличается от всех тех которые есть на рынке у нас фактически тренинг личностного роста и женщин это просто отличный инструмент и второй момент который хотел сказать что очень хотел сказать ну то что цель у него такая ребят найти себе женщину как собственно у меня и получилось я хотел этого хотя юра в это не верю потому что он говорил что я больной но я этого хотел я это по итогу получил то есть получается что у меня сейчас слава богу есть любимая женщина с которой я счастлив и доволен я каждый день не перестаю охуевать спасибо господи за то что но какая она потому что бы я с этим человеком реально учусь радоваться потому что ящик который который ну не особо умеет радоваться по жизни у меня не хватает какой-то своей радости а когда я смотрю на нее как она как ребенок радуется там не знаю собачкам кошечкам там у . мне знаю каких она видит в парке то есть для меня это реально вот ну короче то это что тут что-то неописуемое поэтому сами для себя решайте ребят то есть православие это хорошо православие головного мозга это плохо вот ну вот такое мнение чё скажете юра денис насчет я бы сказал да тут все зависит от целей если у тебя цель создать семью тут тут пикап это абсолютно рабочий инструмент если ты не знаю православный священник работают те же самые те же самые инструменты если для тебя что-то неприемлемо ты просто это немножко не делаешь неприемлемых упражнений все самое главное тут я вот на этот вопрос когда когда этот вопрос прочитал я скорее вспомнил разных там духовных таких одухотворенных людей которые развиваются там чистят свои чакры и им им это только мешает если результат у тебя есть то все значит хорошо значит твои духовные практики тебе помогают если ты за ними скрываешь реальные действия вернее на брод ты подменяешь ими реальные действия то тогда тебе это будет мешать юра сегодня просто пришел посидеть помолчать но я просто сегодня не завтракал отличие от вас поэтому сил у меня нету говорить но мне кажется тема с там церковью и со всей этой духовностью она как бы бесконечна и ну тут блин долго можно обсуждать то есть ее в принципе в мире очень долго обсуждает и сейчас нам никак нет какого-то конкретного ответа там потому что есть радикальные верующие есть там просто который там раз в год там ходит на пасху ну тут блин кто кого кого как торкает на какой-то момент жизни там допустим он в прошлый год так веровал сейчас ему что-то там кто-то наговорил стукнула по башке он сейчас вот так стал думать и хрен знает какой там кто сейчас стадий находится и там давать ответы я считаю что тут блин не совершенно же меня есть такой батюшка отец александр знакомый рубежки в самаре и когда вы с ним разговаривали там вот о сексе обо всем то есть он такой говорит если девицу месяц не гладить так я не понравится это то есть он как-то значит вот это все преподносит не было я уверен что настоящий верующий даже сему от конфессии религии может все эти инструменты абсолютно адаптировать под себя и очень успешно ими пользоваться погнали дальше где взять книгу позиция сверху магазинах нет ну во первых ребят магазинах есть только не уже не во всех она осталась во вторых сейчас вы сможете заказать ее вместе с моей новой книжкой информация кстати по книжке и по тренингу она находится под этим видео вот и собственно говоря я вам ее пришлю вместе с моей новой книгой вот плюс такой момент что есть там магазины озоны и что-то еще то есть в интернет-магазине по моему как-то так можно заказать давай дальше теряю полную полностью всю уверенность когда кто-то присутствует рядом или наблюдает за тобой при подходе и общении если это будет группа знакомых лиц нетрезвых где-нибудь на пляже или в центральных местах если живешь в стране африке если живешь не мегаполисе а в маленьком городке на волге то меня охватывает чувство что все они меня оценивают и стебут когда такого нету в принципе все ровно и когда принял сотку перед боем и когда принял сотку перед боем на сейчас я без вредных привычек и от этого чем вопрос от этого не свой короче его если он один там наедине с девушкой никто не смотрит никого не присутствует рядом значит рука был вопрос опять же так как что делать и так далее например значит не знакомься не знаю на пляже знакомься где ты один скорее всего это не получится поэтому тебе надо работать со страхом социальной оценки это отдельная тема и реально она глубокая большая широкая он убирается также с помощью в том числе компания в тебе откуда это взялось и с помощью практики в реальной жизни приходи на тренинг который будет 25 по 28 июля то есть чтобы вы понимали мы не занимаемся там банально съемом телок то есть это давно уже пройденный этап то есть мы через вот этот вот съем как он так называемый телок мы выявляем ваши личные тараканы то есть с каждым человеком мы работаем лично мы смотрим за ним в полях втроем плюс у нас есть еще саппорты и мы даем ему персональные рекомендации то есть если мы видим что у тебя этот страх социальной оценки есть ну поверь мне он мешает тебе не только с женщинами то есть если он в принципе в тебе присутствует он будет мешать и везде по жизни из-за этого ты будешь действовать в пол ресурса какого-то то есть ты где-то себя ограничишь где-то не пойдешь там на собрании например там мы не выступишь с какой-то речи чтобы тебя там заметили повысили то есть эта херня который мешать и везде и на тренинге которые называются практика где мы будем с тобой вместе это все разбирать мы этот вопрос решим ссылка для записи под этим видео дальше привет взял вчера девушки стоит ли звонить ей сегодня пригласили встретиться либо лучше подождать еще денек можешь позвонить сегодня можешь подождать еще денек вообще здесь все это вариативно как хочешь поверь мне если ты короче и заинтересовал там время здесь ни при чем если ты не заинтересовал ты можешь позвонить сегодня она не вызвать может позвонить завтра она тоже не вызвать неважно здесь вопрос не в времени в том насколько ты уверен в том что ты и заинтересовал вот как раз следующий вопрос про это как именно заинтересовать девушку чтобы она пришла на свидание потому что очень много вопросов очень много отчетов таких что парни делаю знакомятся берут номера телефонов но потом мало мало вызванов мало свидания да кстати ребят по поводу отчетов вы пишете отчеты вот в этом месседжере в котором вы зарегистрировались у некоторых отчеты просто похоже на газету new york times там не знаю комсомольская правда то есть там просто вот такой отчет нас четыре человека кто отвечает вам на эти сообщения вас 1700 человек активно сообщение пишет порядка там 500 человек постоянно остальные почему-то ебланит несмотря на то что там зарегистрировать поэтому ребята просьба пишите их более коротко эти отчеты и формулируйте четче свой вопрос например очень четкий отчет да отлично значит ребят те кто говорят как заинтересовывать в этом марафоне мы впереди еще затронем эту тему но конечно же в любом случае в рамках этого мероприятия потому что она бесплатная и это вполне естественно я даю очень сжато очень короткую информацию здесь в этом марафоне вы получаете максимум ну 35 процентов от той информации которую вы должны бы получить который я вам даю на тренингах поэтому потерпите парни даже если мы ее дали там в полном объеме очень маленькая вероятность чтобы ее правильно правильно применить и надо смотреть за вами там в моменте да ребят эта штука она только на практике внедряется вас вам сейчас можно рассказать все то есть прям берите и записывать это видео затянется там часов на 10 не знаю на 8 как минимум но при этом сможете ли в это реализовать причем это нужно делать поэтапно и постепенно встраивая туда себя свою личность в это общение это уже другой вопрос здесь ну целая система целая совокупность то есть это то же самое что я не знаю вы говорите у меня там не едет машина наверное потому что у нее там спущено колесо да ну нифига не факт может быть и колесо может быть у нее там не знаю какой-то там элемент зажигания может еще что-то это надо смотреть на в общем ребят нужна целая система которая неразрывно одна деталь этой системы связано с всеми остальными без системы здесь ничего не получится давай дальше ничем автор видео а вы сами-то женаты а если да жену у себя также нашли вот опять вопрос как этот человек оказался как этот человек оказался на моем канале да то есть вот этот вот который прошит в ту сторону что это же зло я занимаюсь чем-то злым черной магии дэнчик тут телок засасывает просто с первого не знаю на первом на первой встрече и так далее а я так но вообще демон то есть жену я нашел точно так же ну как бы у меня осенью планируется свадьба у меня есть невеста я с ним живу давно вот значит жену я нашел скажем таким образом что я наверно также я подошел сказал привет классная давай общаться представляешь именно так и было все то есть если ты представляешься что например я 11 лет занимался пикапом а потом в какой-то момент как его зашел на сайт православных знакомств из-за нашел жену там или я не знаю зарегистрировался в мамбе или в тиндере искал жену там нет я нашел ее тем же способом как и обычно просто посредством того что я к ней подошел и начал общаться то есть это навык который доступен мне или моим коллегам и сука недоступен по какому-то маразматическому непонятному мне поводу 99 процентам мужчин то есть и самое еще более тупое с точки зрения этих мужчин то есть это не заниматься тем чтобы этот навык развивать то есть когда вы понимаете что вас не устраивает то что увидите красивую девушку и вы каменеете не можете сказать и 2 с двух слов подойти ну как бы и считаете что это не нужно лечить тогда ребята я вам сильно сочувствую это нужно лечить потому что это это чуждая вам хрень потому что когда вы были ребенком вам было три годика вы подходили в садике и трогали записи там не знаю за волосы так девочку который вам нравится и говорить привет там ну или просто за руку и сушни записи потому что она вам нравилось вас не парило что вы скажете что вас подумают вот эти мудаки которые в песочнице играют рядом вы просто подходили это делали когда вы были если верить в теорию первобытных людях первобытными людьми вас не парило что подумают там сосед не знаю вася потому что я подхожу сейчас к женщине он скажет что я лох то есть сейчас с вами что-то случилось пока выросли пока вы взрослели вот и получается на вас на как бы натянулась какая-то чуждая ненужная хрень которая вас отягощает если вы с ей ничего выбирайте ничего не делать ну очень жаль ребята критично жаль на по поводу этого у меня очень много информации написано в моей книжке книжка это такой вопрос который вас просветлит вот любом случае вам нужна практика то есть книжку вы можете заказать здесь под этим видео а по поводу практики мы с радостью с 25 по 28 июля вам в этом поможет ты также нашел жену вот у юры есть ребенок у него жена там уже сколько два три года то есть и также нашел жену подлин ну не так же точно но как точно познакомились это был не то чтобы служебный роман я увидел ее там на работе грубо говоря там ну куда я там зашел и в чате где была рабочая переписка там общались оттуда я уже ее вытащил но опять же я вытащил ее посредством того что я уже умел общаться на тот момент не было достаточное количество практики но я рассказывал это об этом там своих видео прежних вот и настойчивость которая раньше не проявлял она тоже сыграла очень большую роль потому что раньше я не была звездная болезнь вот сейчас я корону уже давно снял и когда раньше точнее даже это не был не была звездная болезнь это была придуманная какая-то тема когда мне телки там отказывали или начинали там исполнять даже в какой-то обычной переписке я и говорил там ладно до свидания короче не буду тратить на тебя время то что я во первых не знал что мне как говорить и легче было просто красиво уйти и свалить и сказать что все до свидания а здесь я действовал до конца то здесь он до последнего она начала там сливаться уехал там куда-то к бабушке на день рождении говорит все ну и мне она это оценила юр поэтому она у нас сказала потом в конце там на свидание где-то когда у нас же год прошел что там какой-то был настойчивый хорошо что так вышло я стараюсь эти темы просто ну я боль не обсуждать домом потому что ну как бы она знает чем я занимаюсь и в принципе мы эту как бы тему ну не трогаем мы обсудили один раз я сказал что у меня все в рамках приличного я там не хожу ни с кем не знакомлюсь я работаю только с учениками там ну показываю рассказываю что-то там но никакое личное никакого личного интереса там не я о том что жена была ну как сказать оценила то что ты вот не знакомился таким настойчивым был что ты такой молодец я сейчас твоя жена то есть или сейчас они нет я понимаю что ты хочешь от меня услышать нет то что она сейчас моя жена и родила мне ребенка я думаю вот в принципе это и достаточно сказать оценки там ну не надо это все расписать мне не нужно никакой там устной похвалы там я это мне кажется что я к чему веду что нет такого что она тебе каждый день ах ты пикапер запекать а у меня татата это обычная жизнь они если бы юра с ней не познакомил ни разу на мне вообще об этом не говорила даже не равно это был бы кто-то другой наверное да там а юра с кем-то ну то есть так или иначе люди знакомятся создают семьи ребят и для того чтобы создать семью нужно познакомиться для начала второе нужно там начать с этой девушкой общаться приглашать на свидание там звук секс сближаться и так далее то есть пожить вместе но если вы не можете сука из всей этой цепочки в которой вы хотите создать семью если но это я для взрослых мужиков которых приходит все больше и больше 40 с плюсом которые сужине работали херачили зарабатывали бабки у них по этому поводу охрененная корона выросла да я же там бизнесмен я же этом предприниматель и если вы не можете познакомиться сделать первое звено в этой цепи даже познакомиться вас колбасит там и так далее а мы не только эти вопросы решаем вплоть до отношений все то а какой семье тогда вообще идет речь ребят и для старперов которых мы очень любим и уважаемые всячески трепетно к вам относимся ссылочка для того чтобы на и нужен начать делать шаги к созданию этой семьи как ни странно для того чтобы создать семью вам надо написать нам и вам позвонить этот лысый мужик как бы это нелогично не казалось я кстати да рад что сейчас наш тренинг стали обращаться больше взрослых мужиков там не имеется виду там от 30 там от 40 и и на самом деле чуть сложнее чем всем остальным ну то есть там уже есть какие-то убеждения там есть какой-то опыт ошибки там дак из-за которых они там никуда есть опрощание какие-то там по поводу вот дальнобойщик был у меня горит амня ипотека там я не могу сейчас бросить свою работу потому что мне надо платить ипотеку там одно за другой цепляется поэтому вроде как бы выхода нету но все равно видимо вот этот внутренние потребности на женщине она все равно сильнее она на самом деле природная и они понимают что все равно идти нужно и и приходит немногие кто пишет и звонит приходит но все-таки стали приходить чаще я думаю то видео которое мы ободряющие выпускали там для взрослых мужиков как бы она ну в принципе работает я очень рад и очень доволен что благодаря там моему примеру что я там в 33 года начал шевелиться и что-то там делать хотя уже где-то начал себя и внутренне хоронить вот как мужика то есть люди стали ну как раз вопрос люди стали реагировать да спасибо кто реагирует там не все доходят конечно но тут и кто дошел все вам респект чуваки как бы молодцы что стараетесь работаете я помню ваши лица на тренинге там игорь особенно блять я не в любом случае ребят ждем вас приходите какой вопрос есть вопрос вот как раз по этому поводу как быть когда немного за 30 немного и виду даже если вам но газа транс находить места с большим количеством девушек все-таки интересные круг общения немного другой чем у 20 лет и вообще не поздно ли этим заниматься конечно поздно чувак то есть если ты все еще не отрезал себе члена не ушел в монастырь я не знаю и все прочее то тебе взять нужно сделать это прямо сегодня у нас на самом деле сказать что есть знакомый врач но я сейчас общаюсь ну там в своем городе в основном там с мужиками там им там за 30 там даже кому-то там за 40 лет они там но есть и женаты есть нет и у них у всех молодые телки которым там 20-22 года там ну понятно что половина из них там трепетерши и прочее но опять же эти телки короче они еще все-таки взрослых мужиков которые там не будут ебать им мозги там на свиданках там за сок переживать там сколько стоит чай там трястись но они просто сидят как бы комфортно отдыхаете никто не там сильно не трахает друг другу голову в этом тоже что то есть поэтому чуваки там кто старше там 30 вы когда научитесь там пикапить научитесь чувствовать себя хорошо поверьте на вас будет тоже хороший спрос виде такого продукта как тёлки от 20 лет верьте мне они они вас ищут они вас ждут не смотрите по поводу пикапе да хотел бы ремарку свою вставить то что у многих из вас ассоциации что вам там придется бегать и так далее возможно в некоторой степени во время тренинга это вам четыре дня надо потерпеть или сейчас те кто в марафоне делает это самостоятельно вам нужно будет ну в каком-то смысле побегать да но это же беготню можно замыла как-то завернуть в какую-то достойную бегать неудача мне это не выглядело так как будто вы ногал делай в поисках там не знаю противоядие вот второй момент мест где тусуется женщины там ну не знаю 25 там и так далее их на самом деле немало то есть нет такого что вот в этом районе города только 20-летний в этом только 30-летний так далее во вторых или в каких-то там скорее все это ты сам себя обманываешь чувак когда сам себе внутри он спорь какая симпатичная сам себе внутри а может и нет сам себе внутри как бы сказал что вот мне вот эти двадцатилетний все они уже как бы для меня там я уже слишком старыми и оправдываешь себя тем что у тебя там разный уровень развития то есть уровень развития девушки как показывает моя практика не зависит от ее возраст я видел 40-летних тупых просто как пробки женщин там 35-летних я видел 20-летних 22-летних с очень развиты личностью с мировоззрением хорошим и так далее здесь не при чем это чувак то есть просто смотрите до 30 лет вам все время мешало что-то я недостаточно такой-то я слишком такой-то у меня нет квартиры я еще не зарабатываю меня тот и тот и потом когда высоко заработали у вас случается новая фигня то есть мозг начал придумывать вам потому что в виду неактуальности предыдущих отмазок он начинает придумать новые из серии что ну теперь-то я старый так тогда морщинки меня у меня было такой период был такой период так что мне кажется на любом этапе в жизни будут какие-то периоды которые точнее ну вот на любом этапе в жизни будут какие-то вещи которые тебя будут тебе будут не нравится так или иначе ты их будешь грамотно встраивать вот в свои отмазки и говори что пока у меня нет денег потом у меня ипотека там потом я уже постарел я полы сел там ну то есть да и все все ученики начиная от 20 до 50 имеет свою хорошую историю свою хорошую там какую-то защиту ради того чтобы не делать не ходить там не выполнять задание месяц тут недавно позвонил чувак он сам врач и он сказал что вот проведя какой-то некий психоанализ там у него но он сам себе сделал заключение и когда я с ним начал спорить он закричал ты что я же врач то есть люди сами себе ставят диагнозы и предлагает потом после этого себе ну не ходить или что-то не делать то есть у меня же есть глядя врачебный диагноз ну я в психоанализы конечно особо не верю ребята надо ребят я вам скажу так резюмируя этот вопрос и ответ на него что значит смотрите если вам за 30 до то есть это как раз самый повод для того чтобы начать решать вопрос личной жизни вопрос вашей будущей семьи и именно таким образом через пикап не надо здесь его очернять то есть это не то что не познали это как раз сигнал к тому что пора уже заняться сука личной жизнью потому что самое главное это отношение единственное я считаю на чем нужно в жизни работать это сука отношения со своей женой со своей семьей вот в своем каком-то этом мерке да потому что это тыл это фундамент все остальное это сука игра такая знаешь там бизнес не бизнес это все херь потому что сегодня ты выиграл завтра ты проиграл ты должен куда-то приходи где тебя примут любым и скажут чувак хуй с ним я тебя люблю ты мне самый класс и смотри какие у нас дети смотри как все круто все у нас будет нормально и ты понимаешь что вот да вот это то над чем нужно было работать они на цвет и хернёй и потом оправдывать это было было вернее обманывать себя говоря что вам уже больше тридцатки я считаю что на этом денис первую часть этого видео надо закончить ребят поскольку она будет большим мы его разделили на две части через буквально пару дней будет продолжение этого этих ответов на вопросы если вы уже приняли решение что вам нужно заняться своей личной жизнью суда под этим видео ссылка 25 по 28 июля мы все втроем с радостью ждем вас на нашем тренинге практика в котором мы будем помогать вам решать этот вопрос и 4 дня в этот вопрос решите вы кардинально себя встряхнете и потом дальше вы уже пойдете тем направлением которые вам нужны так ребята продолжение будет прям совсем скоро все о вас пока ждем на собеседованиях жестким человеком жестким жестким